Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья. Добрый день. Всем пожелаю хорошего настроения. Конечно, настоятельно рекомендую этот час провести в нашей компании, в компании с телерадиоканалом Страна.ФМ. У меня сегодня очень интересные гости. Я рада вам представить. Друзья, знакомьтесь. Историк искусства, эксперт, глава владелец антикварного салона Вилла Ново, коллекционер западноевропейской живописи 17-18 веков, дизайнер интерьера ОКОК, Владислав Максимович. Добрый день. Владислав, добрый день. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. На самом деле масса вопросов есть и есть, конечно, о чем поговорить. Но для начала я должна сказать, что вы можете лично встретиться с Владиславом. И произойти ваша встреча может в образовательном центре Сити-класс, где уже несколько лет Владислав дает мастер-классы. И, как правило, это касается, конечно, истории антиквариата. Есть же специальный спецкурс, правильно я говорю, да, который состоит из шести мастер-классов. Давайте подробно расскажем, Владислав, об этом. Вот ближайший, например, 14 ноября. И главная тема его – «Как не купить подделку». Всё верно? Добрый день. Ещё раз. Да, действительно, это верное название. И это название целиком всего курса. Он называется «Как не купить подделку». Предназначен этот курс. Мы его создавали специально как для дебютантов, для людей, которые первый раз хотят что-то приобрести или хотят что-то узнать об антиквариате. Но, мне кажется, он также интересен для профессионалов, потому что такого спецкурса не существует, такого сжатого. И, возможно, для профессионалов это возможность систематизировать уже имеющееся знание, потому что в шесть занятий по три часа они дают возможность познакомиться с различными аспектами коллекционирования, различными предметами. И, конечно, я так понимаю, что желательно как раз посетить каждый этот мастер-класс, потому что они все разные, несмотря на то, что тема, так или иначе. Ну вот, например, я так понимаю, что первое, почему человек собирает предметы старины, да? Написано у вас. Второй курс – «Визуальный анализ предмета живописи». Всё верно же? Я перечисляюсь сейчас, да? «Предметы живописи, азбука коллекционера или как не купить подделку, очарование графики, слово, застывшее в линии, весь мир в миниатюре и мир камня, застывшая природа». Совершенно верно. И начать, конечно, нужно, наверное, как раз с первого курса, почему человек собирает предметы старины, которые состоятся... Нет. Четыре старины. Да, всё верно. Это действительно интересная часть спецкурса, она вводная. На этой части мы, как правило, говорим об истории коллекционирования, о том, как эволюционировали вкусы, как эволюционировали предпочтения. И вы скажете, а для чего всё это надо, как это было? А для того, что в момент того, как мы изучаем, как это было, что вы могли прогнозировать, как это будет. Потому что всё имеет свойство эволюционировать. Если вы умеете проследить тенденцию, как она зарождается, как она развивается, у вас есть шанс осуществить правильный прогноз, собирать хорошие вещи, которые будут интересны и в будущем, не только сейчас. Вот если как раз говорить об истории коллекционирования, когда появилось желание у людей заниматься собирательством, коллекционировать вещи? Существует какая-то история? Даты конкретные, время, эпоха? Я думаю, что конкретной даты нет. Я думаю, что люди всегда что-то собирали. И другое дело, что осмысленное собирательство, оно приходит к нам уже в эпоху Возрождения. С появлением денег? Нет, позже? Нет, 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 попозже. Осмысленное, когда человек уже отделяет просто предмет от именно произведения искусства, когда произведение искусства становится самостоятельным объектом значительности. Когда это уже не объект культа, это уже не объект прикладной, а когда оно создаётся в эпоху Возрождения. Картины, живопись, светские сюжеты, это уже объекты коллекционирования. С 16 века. Но на сегодняшний день коллекционирование – это всё-таки, наверное, прежде всего желание заработать. Или не всегда? Бывает и просто чистая любовь к искусству. Вы знаете, это вообще всё только про любовь. Всё коллекционирование – это только про любовь. Деньги, да, это тоже любовь, да, конечно. Да, действительно, это действительно тоже любовь. Но любимая доля, конечно, коллекционирования – это именно… Оно ставит другие задачи. Инвестиции – это может быть желание заработать для человека, кто этим занимается профессионально. Если у вас есть набор профессиональных знаний, и вы можете… Давайте так вот, банальным языком, таким скажем, вульгарным языком денег. Если вы можете купить актив на низком старте, что вы разбираетесь в этом, то действительно у вас есть шанс заработать. Если вы приходите на аукцион X, и вы видите Энхай, это неизвестный художник, который продаётся там неправильной атрибуцией, вы покупаете символическую сумму там 200 евро, и, возможно, это окажется вполне стоящая вещь. Такое бывает. В этом случае это инвестиции. Но если вы покупаете объект уже в лереи, где уже другая цена, где он уже имеет свою рыночную стоимость, то в этом случае трудно назвать это инвестицией. Ну, в общем, да, перепродать, наверное, сложно это будет. Инвестиция будет в вашей коллекции, если она будет интересна. Если вы сможете собрать уникальные такие предметы, и она будет интересна для профессионалов, только для наших друзей, которые нас любят, но и для профессионалов, тогда это инвестиция. Если мы с вами заговорим как раз о вашей первой теме, 14 ноября, которая будет затронута, как не купить подделку, я понимаю, что это тоже одна из самых важных частей коллекционирования, составляющих. Так как же не купить подделку, Владислав? Куда не стоит ходить? Вот те же самые блошиные рынки. Ходить надо везде. Ходить как? Вопрос. А вдруг, да? Надо подготовленным быть, понимаете? Ведь все искусство, это не про ощущения, это про знания. Поэтому нам надо быть с вами подготовленными, надо обладать этими знаниями, потому что... Представляете, я вам приведу пример такой. Вот мы смотрим с вами на картину. Смотрит кто-то на картину, изображена, там, кто-то с младенцем. Один человек скажет, это вот, хороший, женщина с ребенком. Другой скажет, хорошая ренессансная вещь. Третий скажет, хороший Андрея Дель Сарта. А четвертый скажет, это ловкая имитация 18 века с Андрея Дель Сарта. Что мы тут услышали? Объект у нас один и тот же. У нас разная степень подготовки зрителя, разные знания у них. И, увы, чтобы нам вот видеть эту разницу в объекте, нам с вами надо немножко потренировать наш мозг, обладать каким-то опытом. То есть прежде чем заняться коллекционированием, инвестициями, нужно перелопатить кучу книг, литературы, посмотреть и посетить мастер-классов, в общем, поучиться. Это обязательно. Без мастер-класса вообще делать нечего. В частности, без ваших. Это я уже поняла. Владислав, ну а если говорить о вашей коллекции живописи западноевропейской 17-18 веков, почему вы это время для себя выбрали? Безусловно, я считаю, что их две эпохи, их трудно смешивать и непрофессионально, по большому счету. Но я считаю, что это, безусловно, 17 век итальянский барокко, который я очень люблю. Это одно из самых величайших достижений вообще в истории искусства. Самые крупные имена, самые яркие, самые сложные задачи решали художники. Конечно, выше только Ренессанс, но Ренессанс недоступен априори. Это первое. А18, и я считаю, что это вещи, которые недооценены, они требуют, будут еще, наверное, иметь какую-то свою переоценку. Пример тому, я могу сказать, буквально на днях в Вене на Ауксоне Доротеум картины художника Филичи Фикерелли, это флорентийский мастер 17 века, святая Прокседа, была продана более чем за 300 тысяч евро. Казалось бы, что в этом особенного? Дело в том, что Фикерелли никогда не поднимался на аукционах больше 20-60 тысяч. Это вещь особая, да, и она была продана за большую сумму. Мне кажется, мы еще дождемся такого рода переоценки искусства этого периода. Что касается ваших мастер-классов, вот вы же уже за годы преподавания в сети-классе, вы же, понимаете, видите, оцениваете свою аудиторию. Как правило, кто эти люди? Какой возраст средний? Можете такой портрет среднего вашего ученика составить? Мужчины и женщины в большей степени? Знаете, нет, в основном, конечно, больше женщин ходят. Классности мужчин, но я думаю, что это не совсем корректно составлять спортрет ученика. Знаете, каждого ученика мы любим за какие-то его особые свойства. У нас нет такого усредненного, такого стандарта. Потому что я считаю, что большинство людей, которые приходят, это люди, которые увлекаются искусством. Это обязательно обеспеченные люди, которые могут заняться? Нет, это вообще не является критерием, потому что потребность в саморазвитии, она есть у любого человека. Я согласна с вами абсолютно. Для этого не обязательно обладать или не обладать чем-то таким-то результатом. Просто есть потребность или нет. Потому что вначале мы сказали, что иногда речь идет просто о систематизации знаний. Иногда у людей уже есть знания, но у них нет еще стройной системы. Они приходят на лекции для того, чтобы, может быть, принять другую систему или услышать иную, то есть о чем говорят другие специалисты. Для них это важен очень диалог. Друзья, мы продолжим общаться с нашим гостем. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Прервемся совсем не на то. Друзья, наша программа продолжается. У нас сегодня в гостях Владислав Максимович, историк искусства, эксперт, глава и владелец антикварного салона Вилунова, коллекционер западноевропейской живописи 17-18 веков, дизайнер интерьера. И, между прочим, у нас с вами есть замечательная возможность в образовательном центре Сити-класс посетить целый курс, спецкурс по истории антиквариата. Ближайший, это 14 ноября дата, начало как раз курса, ну а дальше 21 ноября, 28 ноября, 5 декабря, 12 декабря, 19 декабря. То есть равняхонько раз в неделю. Встреча с вами, Владислав, обеспечена практически до конца декабря. Всем желающим познать побольше в мире искусства. Вот как раз первая тема, как не купить подделку, я хочу все-таки ваше внимание обратить на это, Владислав, попросить здесь поподробнее немножечко рассказать. Вдруг кто-то сейчас нас слушает или посетив ваш курс, понятно, захочет сказать, ну почему нет, как раз мне там дружок один предлагал картину, я говорю, ты не понимаешь, это вот такая вещь великая. Если нет багажа знаний такого, все-таки можно как-то определить сразу? Если нет багажа знаний, конечно, нереально. Нереально, да. Но мы можем с вами, в принципе, можем себя обезопасить неким способом, даже если у нас знаний совсем дзеро. Потереть салфеточкой? Нет, салфеточкой ничего тереть не надо, да, там ничего там не вылезет. Дело в том, что важно знать, к кому обратиться в качестве консультанта в этом вопросе. Вот, а вы как раз тоже консультируете. Это очень важно, потому что и технология обращения к эксперту-консультанту она тоже существует. Дело в том, что я весьма скептически отношусь к врачам, которые лечат все болезни. Точно так же нет экспертов, которые ровно хорошо знают всю историю искусств. Нельзя знать и античную Грецию, и Ренессанс, и 19-й век, и концептуальное искусство 20-го века. Поэтому, если вам, вашему другу, подарили какую-то вещь, и он представляет, предположим, это ренессансная бронза, то он должен найти в интернете хотя бы или в библиотеке хоть одного автора, кто написал книгу о ренессансной бронзе. Он не должен идти к первому попавшемуся консультанту. Вот эта технология, которая работает безотказно, если он действительно ренессансная бронза, предположим, и он действительно ее купил, то, поверьте, любой эксперт с удовольствием посмотрит его вещь и даст какие-то свои замечания. А ваша такая область, я так понимаю, эта картина, и обязательно живопись, да? Да, я занимаюсь живописью. Ну, а что такое тогда графика, слово «застывшая линия»? Графика — это деление видов искусства. Есть живопись, это то, что мы видим, может быть, написано на холсте или на дереве. А графика — это то, что может быть нарисовано, то есть то, что мы называем рисунками или... А, ну то есть это тоже все-таки имеется в виду картина, да? А весь мир в миниатюре, это я как раз делю по частям мастер-классы, Вячеславович, миниатюра. Миниатюра — это очень интересный жанр, тот, что, казалось бы, нам хорошо знаком, но не знаком. Это жанр, кстати, классификация которого до сих пор непонятна, потому что в некоторых музеях миниатюра считается живописью, а в некоторых музеях считается графикой. А в некоторых она находится даже в отделе прикладного искусства или ювелирных изделий. И как же тут будет? Хороший вопрос. Миниатюры — это такие небольшие миниатюрные портреты, они были очень популярны в XVIII веке, в XIX веке. Это было до изобретения смартфонов, когда хотели видеть изображение кого-то близких все время с собой. И вот это такие небольшие портреты, выполненные на слоновой кости. Медальончики. Медальончики, совершенно верно. Это очень интересный вид и очень интересный жанр. А мир камня здесь что вы имеете в виду? Здесь мы говорим об изделиях из камня, о классификации изделий из мрамора, из изделий из... Из скульптурки, статуеточки. Да, в основном использование в интерьерах. Такой более декоративный аспект. Раз мы с вами про интерьер тоже заговорили, я хочу о вашей одной большой области поговорить. Это, конечно, дизайн интерьера. Здесь люди к вам обращаются в каких случаях? В каких случаях? Если интерьеру требуется... Если нужны картины настоящие... Это первые, да. Это чаще всего, но... Я не занимаюсь как бы... Все-таки 17 веком, это очень узкий круг потребителей такого рода объектов. Надо быть... Не надо лукавить, а быть честным самим собой. В основном, если речь идет о достаточно точной стилистическом подборе интерьера, если он не должен быть стилистической вакханалии, так скажем, когда мы не понимаем, какие стили могут уживаться, потому что это действительно большая проблема. Просто нравится этот диван, нравится вот эта люстра, нравится вот этот шкаф. Вот помните, с чего мы начали? С того, что мы говорили о том, что, ну, чтобы как не купить проделку, нужны знания. Вот иногда вот этих знаний о стилях, их не хватает при создании интерьеров. И люди запросто, как говорится, в стиле старинной эпохи, такое вульгарное выражение его используют для образа, ставят и диван эпохи ампира, и диван эпохи рядом кресла рококо, и кресло. Вы знаете, это всё может быть. Это всё может быть, если не стоит задача кого-то удивить своим хорошим вкусом. То есть если нам абсолютно всё равно, что нас думают, мы можем всё понаставить, и не такое. А если всё-таки речь идёт о том, чтобы хотя бы это было в рамках хорошего вкуса, чтобы никто не мог сказать, что вы тут намешали, чтобы если придут специалисты, которые разбираются, они бы ещё и похвалили, вот тогда нам нужно как-то придерживаться каких-то стилистических рамок. Ну, нам здесь очень важно придерживаться временных рамок. Мы продолжим, Владислав, с вами общаться. Друзья, оставайтесь с нами. Программа «Лучшая в стране» телерадиоканал «Страна.ФМ» скоро продолжим. «Лучшее в стране» на телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Программа «Лучшая в стране» продолжается, друзья. У нас в гостях сегодня Владислав Максимович, историк искусства, эксперт, глава и владелец антикварного салона Вилунова. Ну и, конечно, хочу поговорить с вами про ваш салон, если позволите, Владислав. С удовольствием. Если есть такое желание, да. Я, конечно, хочу узнать про вашу коллекцию, что там есть, что интересного, что вы такого удивительного, может быть, уникального приобрели, если, опять-таки, тоже эту информацию можно как-то в нашем эфире говорить. С удовольствием. Вообще, конечно, это очень интересно говорить о визуальных объектах, о которых надо смотреть, но иногда мы можем о них что-то и рассказать. Как давно вы сами занимаетесь коллекционированием? Вы знаете, и давно, и недавно, потому что стремление коллекционировать у меня, наверное, с детства. Я с детства любил что-то собирать, но, с другой стороны, только с годами я понял, как это надо делать. И что нужно. И что нужно. Да, у меня было несколько коллекций, я прошел многие пути, как мы начали говорить, познания мира, и я собирал разные вещи, но, в конце концов, пришло к тому, что мне нравится 17-18 век. Это по-две моих больших страсти. Что у меня, о чем хотелось бы сказать, как я уже сказал, я занимаюсь 17-м веком итальянским барокком, она мне очень нравится, я считаю, это недооцененная эпоха. И в основном я собираю, я очень люблю неаполитанскую живопись, неаполитанскую школу. Я считаю, что это самая мощная школа, одна из самых мощных школ Европы 17 века, яркая, выразительная. Мы не будем с вами забывать, что Неаполь – это второй по значимости город Европы после Парижа. Мы еще о Лондоне не можем говорить в 17 веке, как о столице. А Неаполь – это столица Средиземноморья, это форпост Европы против турецкой экспансии, это королевство, управляемое испанскими вице-королями и большой важный культурный центр. Конечно, он притягивал массу художников и массу живописцев. Со всего мира. Со всей Европы по теме. Со всей Европы, да. Там работал и Пуленбург, и голландские художники, и фламандские, которые приезжали в Италию. Все они посетили этот город. И из Неаполитанской школы, вот одно из моих последних приобретений, я приобрел работу художника Пьетро Навелли, итальянский живописец, изображающий Анну Крестителя. Это было очень интригующее приобретение, потому что она продавалась на одном провинциальном аукционе, как голландская живопись 18 века. Она была с неправильной атрибуцией. И возвращаясь к началу нашего разговора, это к вопросу о том, является это инвестицией. В данном случае, конечно, была фортуна, потому что была возможность купить вещь недооцененную, с неправильной атрибуцией. Но можно в данном случае сказать, что здесь все получилось так, благодаря вашим знаниям, потому что вы знали гораздо больше, чем те, кто еще претендовал на эту картину. Да, слава богу, что этот акцион был малоизвестный, и он не опубликован был в интернете. Это большое знание, потому что конкуренция среди арт-дилеров, особенно те, кто занимается 17-18 веком в мире, очень-очень серьезная, потому что много есть ценителей, любителей этого искусства, как частных лиц, так и музеев, которые с удовольствием всегда это покупают. А что касается современного искусства, вот в нем вы как-то разбираетесь, или интересуетесь, скажем так? Вы знаете, для тех, кто занимается актуальным искусством, оно формируется по другим принципам. Я понимаю, про что искусство. У меня есть профильное образование. Я историк искусства дипломированный, не где-то там научился. А где вы учились, кстати? Я закончил МГАХИ имени Сурикова. Поэтому я понимаю, о чем современное актуальное искусство. Но мне оно кажется, и я всегда говорил своим оппонентам, что мне кажется, современное искусство несколько поверхностное. Потому что в нем нет той глубины тех важных художественных задач, которые мы видим в искусстве 17-го или 18-х веков. Это первое. И второе. Может быть, я не прав. Может быть, я не прав. Ты прав. Мне кажется, что в современное искусство оно очень зависит от контекста, от среды. Вам, для того, чтобы почувствовать остроту актуального произведения, вам очень важен контекст, вам очень важно выставочное пространство, интерьер или экстерьер. Уже да, в наше время, соглашусь с вами. Или если это архитектура, ландшафт городской или природный. И стоит вам этот городской ландшафт или природный заставить другими памятниками, прекрасный образец современного искусства перестает работать. Он теряет свою остроту. Может быть, я не прав. Я не специалист. В то время как, если речь идет о классическом искусстве, об искусстве 17-го века, хорошее произведение вы можете оценивать и рассматривать вне зависимости от контекста. Оно в нем не нуждается. Оно уже самостоятельно, по своему типу, по своей сути. То есть, конечно, если к вам человек обращается с вопросом, Владислав, я хочу инвестировать, я хочу заняться коллекционированием, но не могу решить для себя, это будет современное искусство или это будет 17-18 век, а именно западноевропейская живопись, вы, конечно, скажете, что второй вариант. Гораздо лучше. Ну, если ко мне пришли, то, конечно, для меня это лучше. С другой стороны, вы знаете, стоит ли всех подряд уговаривать? Это хороший вопрос, этический вопрос и профессиональный. Потому что всегда надо посмотреть, есть ли у человека природная склонность и может ли он развить себе эти навыки. Вот здесь действительно вам нужно какой-то свой опыт иметь, какой-то бэкграунд практический, который позволит вам сказать, стоит ли этому человеку с этим связываться. Или, может быть, это та тюйминутная блажь, которая вот сегодня посетит одна, а завтра будут собираться яхты. Такое тоже бывает. Поэтому здесь надо посмотреть, поговорить. Возможно, попросить человека сделать над собой усилие и почитать хоть одну книгу, выдержит ли он это. Все-таки мы все время упираемся в то, что нужно познавать, познавать. Увы, но представляете, если бы мы с вами говорили о медицине, и я был бы врачом. Что вы здесь вообще? И вы бы мне говорили бы... Я бы вам говорил, нет, оперировать давайте просто, чувствуя сердцем. Нет, искусство — это то же самое, оно не... Тем более... Тем более живописно не... Друзья, я так понимаю, что как минимум, конечно, все-таки курс из шести мастер-классов — это просто самый минимальный минимум, который нужно пройти. Но это я сейчас говорю не о том, что там минимум информации. Я читала отзывы о ваших мастер-классах, и люди как раз пишут, что там огромное количество информации. Да, это очень много, но это так подается правильнее и интересно, что это, в общем-то, каким-то чудесным волшебным образом в голове укладывается. Наша с вами задача на этих курсах, может быть, даже не выучить все подряд, а запомнить все, что я скажу. Задача — систематизировать знания, которые имеются, и научиться методологии их добывания. Вот что самое главное. Когда вы придете, чтобы вы понимали, как вам это находить. Не всегда будет рядом преподаватель. Вы когда-то пойдете в самостоятельное плавание. Вам надо понимать, где спросить, что посмотреть. И не пугаться. Да, друзья, 14 ноября точно нужно не пугаться, а смело отправляться в образовательный центр «Сити-класс». Там как раз Владислав Максимович начнет свой спецкурс по истории антиквариата. И первая большая такая тема — как не купить подделку. Мы прервемся и вернемся очень скоро. Программа «Лучшее в стране» продолжается. Друзья, Владислав Максимович у нас сегодня в гостях. И мы продолжаем говорить про искусство, про живопись, про коллекционирование. В образовательном центре «Сити-класс» начнется спецкурс с шести мастер-классов. 14 ноября начало и далее раз в неделю. Подробнее сможете узнать как раз на официальном сайте «Сити-класса». Мы же вот с Владиславом затрагиваем различные темы. И самое главное, я хочу попросить Владислава рассказать, а для чего же все-таки нужно коллекционирование? Для чего вообще? Мы не раз сегодня за эфир употребили такое слово «багаж знаний». Знаний, знаний, багаж. Вот в современное время в наше, когда можно кликнуть, в общем-то, мышкой, если тебе надо, что ты узнал, прочитал, а лучше и вообще, и так много ярких картинок, и много чего интересного сейчас производится и происходит. Хороший вопрос. Действительно, для чего нам для этого нужно? Во-первых, для самообразования. Это безусловно, потому что, мне кажется, что мы все-таки должны развиваться. И искусство нам дает возможность смотреть на мир, вообще для чего оно нужно нам. Искусство — это один из инструментов изучения мира, изучения внешнего мира. И искусство учит нас видеть сложные ассоциации, работать сложными образами, ассоциациями с ассоциациями, сложно мыслить. Не скажите, а для чего все это надо? Ну, если даже так мы совсем упростим и сведем все до какого-то прикладного значения, то я могу сказать следующее, что я думаю, что через 50 лет на всех простых участках нашей жизни нас вытеснят роботы, машины и все прочее. Да, все об этом уйдет. Все мегапо. Но мне кажется, человеку стоит развивать тот тип мышления, который позволил бы всегда отличаться от машины, быть сложнее, чем машины, и мыслить сложнее, чем машины, чем у робота. Если вы будете говорить так, что компьютер не будет вас понимать, не в смысле того, что у вас речь заплетается, а вы будете говорить сложными образами, ассоциациями, цитатами, которые компьютер не считывает, то это будет свидетельствовать о некоторой сложности сознания, сложности информации, которой вы владеете. Это, безусловно, тот навык, который необходим. И я думаю, что, опять-таки, изучение искусства — это все-таки развитие какого-то и логического мышления, потому что сейчас многие психологи не отмечают то, что, например, линейное мышление у человека разрушается под воздействием компьютера. Все труднее и труднее воспринимать информацию. Смотрим ссылку на ссылку на ссылку и уходим снова к повествованию. А искусство у нас позволяет все-таки держаться в этих рамках, развивать тот тип сознания, которое позволяет мыслить нам очень стройно и сложно, и стройно. Это, если мы говорим о мышлении. Ну и в первую очередь, конечно, для удовольствия, потому что это эстетическое удовольствие от лицезрения прекрасных вещей. Ну и если все удачно складывается, это еще и для денег в итоге получается. Да, и для этого тоже. Куда же без этого? На ваши мастер-классы, я вот точно знаю, Владислав, что ходят и не по одному разу. Это точно. Да, ученики, которые посещают периодически. А это для чего происходит? Ну что-то вылетает, забывается, что-то для себя еще раз пояснить и уяснить? Вы знаете, ну, наверное, я думаю, что... Я не первый раз читаю этот курс о «Как не купить подделку». И я могу сказать, что процентов 30 информации на курс всегда новая. Потому что я никогда не читаю там вот текст, текст я всегда читаю только живую, без бумажки. И иногда у вас есть новая информация, с которой вы делитесь учениками. И я думаю, что она всегда есть некая актуальность. Ну да, конечно. Потому что что-то происходит за этот период в мире искусства, коллекционирования. И, как правило, всегда есть обсуждение после лекции. И есть всегда место для вопросов. И многие приходят просто потому, что есть вопросы. Я знаю, что несколько людей, которые ходили на мои спецкурсы, начали коллекционировать. И что они стали коллекционировать? Вот мне интересно. Вы знаете, я знаю, что есть люди, которые коллекционируют портрет на 18-19 век. Ну, опять же, это близко к вам уже. Да, это моё, да. Это я очень люблю. Дело в том, что... И это понятно, потому что на спецкурсе мы учимся смотреть, мы учимся видеть, мы учимся видеть именно то произведение искусства, а не объект. То есть оценивать особые качества предмета. Для этого и приходит. Многие приходят для того, чтобы показать, что они приобрели, задать вопросы, присоветоваться. Это вполне нормально. Поэтому... А как вы относитесь к коллекционерам, которые, не знаю, собирают там кружки, чашки, мягкие игрушки и прочее, прочее, прочее? Слоников? Это прекрасно. Это прекрасно, потому что всё в мире прекрасно, в своём многообразии. Должны быть те, кто собирают и Ван Гога, и должны те, кто собирают, как правильно сказали, слоников. Ну, правильно, если все будут собирать Ван Гога, Его просто не хватит на всех. Не хватит на всех. Представляете, вот так вот столько не написал, сколько у нас людей родилось. Вот, поэтому... Но это тоже должно быть. Но просто это разные вещи. Есть вещи в коллекционерах посерьёзнее, есть серьёзные. Что-то из ваших ближайших, не знаю, поездок, планов, есть что озвучить? Потому что я знаю, что вы бываете в разных странах с теми же мастер-классами, рассказываете, выступаете, где-то обучение проводите. Или в ближайшее время вот в сети-классе есть возможность посетить ваши... Почему нет? Я очень хочу посетить две выставки. И помимо прекрасного сети-класса, который обязательно надо посетить, сейчас в Европе проходят две очень хороших выставки художественных. Я вам помогу? Рекомендуете? Да, я рекомендую. Конечно, конечно. Очень хорошая выставка, которая называется «Флорентийский 16 век», проходит сейчас в городе Флоренция. Это уникальная выставка, потому что собраны многие произведения вместе. Ну, там просто выставка, там приобретать ничего не получится. Это, увы, они нашли своих владельцев еще в 16 веке. Вот. И хорошая выставка «Караваджо» проходит в Милане. Я тоже всем рекомендую ее посетить. Это событие. Хорошая выставка «Рафаэля» в Вене. Вене же открылась недавно выставка. Вене такая, менее интересная, потому что там более стандартные вещи. Ну, для чего я об этом говорю, почему я это подчеркиваю? Потому что если мы хотим заниматься искусством, мы должны смотреть классическое искусство, мы должны посмотреть, как оно эволюционировало и развивалось. То есть и вы тоже ежедневно продолжаете учиться, познавать, еще больше чувствовалось, видеть? Вообще без этого даже невозможно. Надо каждый день работать над этим. Друзья, ну, 14 ноября образовательный центр «Сити-класс». Вот, решайте, пожалуйста. Есть возможность замечательная посетить спецкурс по истории антиквариата, который состоит из шести мастер-классов. Ну, вот первый, который 14 ноября будет. Как не купить подделку? Владислав Максимович был у нас сегодня в гостях. Историк искусства, эксперт, глава, владелец антикварного салона Вилла Нова, коллекционер западноевропейской живописи 17-18 веков и дизайнер интерьеров. Спасибо вам огромное. Было невероятно интересно. И я уверена, что хотя бы несколько человек нас заинтересовались. Как минимум коллекционеры, на то, что пойдут многие на вашу мастер-класс, это 100%. До новых встреч в нашей студии. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...